Всем привет! История отечественных догонялок берет в свои корни еще с ГАЗ М1, который использовался органами НКВД. Именно тот самый черный воронок. Особая модификация имела под капотом американский V8 Ford, развивавшийся приличный по тем годам 65 лошадиных сил, в сравнении 50 лошадиных сил на обычной гражданской версии. После была догонялка Победа и ГАЗ-23, первый особый автомобиль с автоматической коробкой передач. Именно начиная с нее, началась широкая практика установки 5,5 литрового V8 от ГАЗ-13, с небольшой оговоркой оптимизированный под каждую последующую модель. ГАЗ-31013 встал в этой цепи завершающим звеном. Автомобиль, так же как и его предшественники, практически не отличались от обычных серийных автомобилей. В то же время и люди, знающие, отличали эту машину от ГАЗ-3102 по служебной антенне, уменьшенному дорожному просвету и двойному выхлопу. Под капотом, как уже говорилось ранее, устанавливался конструкционно схожий с Чайковским V8 с аббревиатурой ZMZ-505.10. Работал двигатель в паре с автоматической коробкой передач. На этом отличия не заканчивались. Подобные спецзаказы собирали вручную, по улучшенной технологии, красили машины в несколько слоев. Аналогичным образом собирали и Чайки. Салон, хоть и мало отличается от гражданской версии, был изготовлен из материалов более высокого качества. Акселератор коробки передач был замаскирован под обычную механику. Педальный узел аналогично имел якобы три педали. На самом деле, одна из них была сдвоенная. Выпуск ГАЗ-31013 начался практически одновременно с началом выпуска модели ГАЗ-3102 в 1983 году. Выпуск продолжался очень малыми партиями вплоть до 1996 года. За все время было выпущено всего лишь 300 экземпляров. Что делает данный автомобиль одним из самых уникальных среди продукции ГАЗ? Именно такой автомобиль и появился недавно в продаже. Машина оказалась 1993 года выпуска классического черного света. Состояние кузова у нее условно удовлетворительное. Это можно заметить по отсутствующим порогам и очагам коррозии на кузовных панелях. Тем не менее, заводская табличка свидетельствует о том, что данный автомобиль ничто иное, как та самая догонялка КГБ. Просят за машину сумму в 450 тысяч рублей. Сумма, казалось бы, небольшая, учитывая редкость модели. В то же время основные узлы, включая двигатель, АКПП и спецсредства Волги отсутствуют. Их намеренно демонтировали в момент списания машины со службы. По этой причине найти сегодня 31013 в заводском исполнении задача практически невероятная. А как вы считаете, друзья, стоит ли этот автомобиль таких денег? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте ставить большой палец вверх и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. Всем спасибо. Всем пока.